Всем привет! Вы на канале ТопАрмия. Загадочный танк может заменить долгожданную армату. Об этом говорится в публикации американского издания Popular Mechanics. Автор публикации Каэл Мязаками пишет, что производственные проблемы с Т-14 могли позволить проекту Бурлак занять место арматы. В июне 2015 года правительство России представило армату, которая была разработана для замены старых танков Т-72Б3 и Т-80 в арсеналах сухопутных войск России. Недавно в сети появились фотографии таинственного проекта Бурлак. Стоит отметить, что речь идет не о новой машине, а о боевом отделении, которую можно будет устанавливать на большинство российских танков. Автор публикации отмечает, что эта конструкция позволит России использовать уже имеющийся запас танков, а также существующее производство. По мнению Каэл Мязаками, одной из особенностей, которые делает Бурлак более доступным и более простым в производстве, чем арматы, является использование шасси Т-80. Этот танк посчитали неисправным, поскольку его газотурбинная силовая установка была ненадежной. Однако Россия построила около 3000 Т-80, и поэтому сотни, если не тысячи образцов, все еще хранятся на складах по всей стране. Модернизация и новая силовая установка могла стать достойной базой для башни Бурлак. Может ли Бурлак заменить армату в российских танковых дивизиях? Задается вопросом автора публикации. Обозреватель американского издания пишет, что Бурлак также хорошо вооружен, а низкая стоимость производства, безусловно, делает его привлекательным. Поэтому можно говорить о том, что Т-14 может хоть и временно, но уступить место Бурлаку. А что думают наиболее продвинутые зрители канала Топ Арми? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Я с вами прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok